Сегодня отмечается День всех студентов и Татьян. Согласно истории, 25 января в 1755 году по приказу императрицы Елизаветы открылся Московский университет, а великомученицу стали именовать покровительницей студентов. Татьянин день таким образом стал Днём российского студенчества. Саргалана Фёдорова продолжит тему. Девушки с именем Татьяна в этот день чувствуют к себе особенное внимание. В Татьянин день их поздравляют друзья и родные, дарят подарки, а магазины и кафе предоставляют скидки. Татьянин день имеет богатую историю и множество традиций. Студентка Северо-Восточного федерального университета Татьяна Иванова любит отмечать свои именины в семейном кругу. Татьянин день для меня как второй день рождения. Этот день для меня всегда проходит весело, и я получаю от всех родственников и друзей, близких поздравления целый день. Меня назвали в честь моей бабушки. Ее тоже звали Татьяна. Более двух столетий 25 января остается одним из самых любимых дней тех, кто независимо от возраста чувствует в себе дух студенчества. Вечером дома тортик, родные поздравляют. А так ничего особенного в принципе. Ну естественно церковь это обязательно, да. Стараемся утром с утра в церковь, свечечку обязательно поставить. День студента официально появился в начале 19 века, после указа Николая I, в котором он распорядился праздновать подписание акта об открытии университета. Ранее, еще 25 января 1755 года, императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. И этот день стал официальным университетским днем. День студента – это праздник, посвященный молодости, романтике и веселью. И каждый год в стенах Северо-Восточного федерального университета проводятся торжественные мероприятия, приуроченные ко дню студента. Отпраздновали память святой мученицы, студенты, преподаватели и, конечно же, Татьяны. Лучшие студенты получили благодарственные письма за активную общественную деятельность. Удостоилась грамоты и сегодняшняя именинница Татьяна Иванова. Ребята, на время оставив саботы, отдохнули, чтобы затем с новыми силами устремиться к вершинам новых знаний. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.